Протокол Стром-Квеста Он такой впечатляющий Он тоже с движущимися ножами Но кроме ножей которых будет не 2, а 3 Здесь будет еще и меч Протокол Стром-Квеста С мечем и тремя ножами Протокол Стром-Квеста Шевецкого математика С мечем и тремя ножами Значит, вот есть торт, линейный. И вот тут вот запустили меч. Меч с рукояткой движется, объективно движется равномерно и прямолинейно. А кроме того, и у Алены, и у Бориса, и у Виктора еще есть свой нож. Значит, это нож Алены, нож Бориса и нож Виктора. Значит, они тоже все движутся слева направо. Значит, каждый из этих ножей делит пополам часть справа от меча с точки зрения того, кто этот нож ведет. То есть нож Алены, Бориса и Виктора делит пополам кусок пирога справа от меча. Соответственно, с точки зрения Алены, Бориса и Виктора. Соответственно, их порядок не фиксирован. То есть то, что я написал, что здесь Алена, потом Борис, потом Виктор, это может меняться по ходу тела. То есть может нож Бориса, вполне может обогнать нож Виктора в какой-то момент. А потом обратно. То есть они, в общем, в принципе, никак не связаны между собой. Например, смотрите, если вот здесь какой-то кусочек, который особенно вкусен для Алены. Тогда, пока этот кусочек справа от меча, нож Алены будет левее всех. А как только меч перейдет через этот кусочек, сразу нож Алены может сильно сместиться. И в том числе обогнать нож Бориса и нож Виктора. Понятно, да? Значит, дальше это все так происходит, пока кто-то не крикнет стоп. И как вы думаете, что получается тот, кто крикнул стоп? То, что слева от меча. То, что слева от меча. Значит, а дальше остаток делится, внимание, остаток делится тем из ножей, который посередине, да? Не самым левым из ножей и не самым правым из ножей, а тем, которые посередине. Значит, остаток делится средним из ножей. Медиатром ножом, можно сказать. Ну и как вы думаете, кто получает левую часть остатка, кто получает правую часть остатка? Ну, этот нож, может быть, даже того, кто кричал. Да, то есть тут, может быть, Борис крикнул, и его же нож срикнул. Левую часть получает хозяин левого из двух оставшихся ножей, а правую часть получает хозяин правого из двух оставшихся ножей. из двух оставшихся ножей, кроме того, кто крикнул. на левую из двух оставшихся ножей. Ну, остаток правую. В правую часть тоже самое, только правую. Утверждается, что это будет протокол без зависти. И, кроме того, здесь получается деление на связанные части. Так, ну что же, как раз пять минут остается на то, чтобы проанализировать, почему здесь зависти не будет. Почему не позовет тот, кто кричал? Потому что он здесь, да? Потому что он знает. Да, то есть каждый знает, что если он сейчас крикнет, какой кусок получит он, какие куски получат два оставшихся. И он будет кричать только тогда, когда то, что слева от мяча, сравняется с минимумом вот этих вот частей. Значит, ну, тут у нас, наверное, надо немножко больше поговорить. Да, то есть, вот пусть нож Бориса делят. Вот, да он знает, что он медианный. Вот, например, пока Борис Медианный, то есть часть слева от мяча, и вот часть травы делится ровно два с его точки зрения. И он не будет кричать, пока вот эта часть не дойдет до одной третьей. Да, потому что он точно знает, что если другой крикнет, то он получит либо эту часть, либо эту часть. И они для него одинаковые. И они будут больше, чем вот эта часть, пока это будет меньше одной третьей. Как только это достигло одной третьей, он сразу крикнет. Потому что после этого уже это будет больше одной третьей, а эти меньше, чем по одной третьей. Вот, почему Виктор не будет кричать, пока здесь не максимум? Потому что он знает, вот в такой ситуации, что правая часть будет делиться вот по этой отметке, А значит, он получит большую из двух частей. Да, то есть для Виктора вот эта часть больше, чем вот эта часть. Потому что его медиана вот здесь вот. Да, вот это делит под волна, а та отметка, где разрез будет, пеет для отметки, то есть он получит больше одной второго. Поэтому он тоже не будет кричать, пока вот эта вот часть не сравняется вот с этой частью. И только тогда крикнет. Вот, поэтому тот, кто крикнет, не будет никому завидовать. С другой стороны, он крикнет как раз, когда дойдет, когда самая часть будет слева от мяча. А почему остальные не будут завидовать? Потому что остальные как раз получат ту из частей, которая больше. Да, ту из частей, которая больше, потому что, например, если Борис кричал, то Алена получит вот эту вот часть, которая для нее больше, чем другая часть. А Виктор получит вот эту часть, которая для него больше, чем вот эта часть. Если, например, Алена кричала, то Борис получит левую часть, которая равна, это правой части. А Виктор получит вот эту часть, которая большая большая часть. То есть в любом случае тот, кто кричал, получит самую большую часть. А тот, кто не кричал, тоже получит самую большую часть, с своей точки зрения. Вот, поэтому никто заведовать не будет. Да, вопрос? Вот здесь вот кричала Айлона. Вот, и она поставила душу на людей, чем у Бориса. Но Борис только забирает столько больше, чем то, что Бориса, там, где находится его множество. Да, это правда. Смотрите, Борис заберет больше, чем половину остаток той передней Алены. Но, тем не менее, это будет не больше, чем забрала Алена. Потому что Алена знает, что если бы она не... Чего она кричала-то? Она как раз кричала, что бы забрать максимум. Потому что если бы это был не максимум, то она бы еще подождала. Может быть, либо вот этот подрастал, либо кто-нибудь кричал еще, и она бы забрала свой максимум. Поэтому тот, кто кричит, точно получает максимум. Но и тот, кто не кричит, тоже получает максимум свой. Вот, вот такой вот алгоритм. Завершающиеся замечания. Даже для четырех... Долгое время был известен алгоритм тоже с ножами на базе вот этого. Да, на базе вот этого, по аналогистическим конвеям, можно разработаться вроде четырех. Значит, дальше в 95-м году Брамс и Тейлор придумали алгоритм для преиспольного числа игроков без зависти. Но он тоже движущиеся ножи использовал, и вообще там довольно сложно было. И только сейчас, последнее, да, вот в прошлом году и в этом году, ребята из Австралии сначала придумали для четырех алгоритм, который не использует движущиеся ножи, а заветом заканчивается за определенное число разрезов. А потом придумали алгоритм для преизвольного n, но там сложность вот этой самой башни шести экспонентов. Так что уменьшение этой оценки — это по-брежнему открытая проблема.